Покашеварим здесь, обзоры от Покашеварим Расскажут всё, как есть, кастись и копей Уйдет ругаться и кидать поставки Мы суждём только хорошие доставки Всем привет! Воскресенье! И что? Правильно! Затариваемся всякими плюшками И садимся смотреть обзор от Покашеварим Сегодня у нас очень интересный пациент на обзоре Эта пиццерия называется Помодора Помодоро, блин, я не могу от этого слова колбасить Помодоро Короче, помидоры Пиццерия Помидоры, которую открыл какой-то один чувак А потом к нему присоединился известный Саша Таня, короче Андрей Гайдулян Я открыл небольшую сеть своих пиццерий в Москве Актёр Андрей Гайдулян вошёл в состав вот этой компании И помидора И теперь он тоже соучредитель Плюс ещё и медийное лицо И я пошёл, короче, смотреть всякие ролики Там по поводу того, как они франшизы свои распроиздают Но эта история, короче, заточена на франшизу То есть хотите покупать как додупицы Не знаю, дотягивают ли они по уровню, по всему остальному Но идея такая, в общем, распродать, заработать и всякое такое Но, тем не менее, промо-ролики и по франшизе И по тому, что Андрей вот это Или Саша Таня рассказывает про свой бизнес Они есть в интернете, можете тоже посмотреть Чего меня удивило, честно Я для меня... Я смотрел сериал «Универ» Я даже несколько серий «Саша Таня» смотрел И для меня вроде бы вот этот Саша Он весьма скромный парень был Нет, смотришь на эти ролики и понимаешь, что парень-то Прям я, короче Прям вот он везде, понимаешь, он везде говорит Я! Вот я пришёл и сейчас вот наконец-то помидора заработает Я открыл небольшую сеть своих пиццерий в Москве Это я со своим другом И я, я сейчас прихожу Я, мы будем делать мощную рекламную кампанию Это рекламная кампания с моей помощью Сейчас я буду готовить пиццу Это уже успешный, а сейчас со мной это будет ещё и узнаваемый бренд Я! Я! Не мы! Вот я, честно говоря, при... Для меня это очень странно Я привык, если там занимаюсь каким-то делом Я всегда говорю мы, потому что я не могу один это делать У меня есть команда У меня есть там люди, которые мне помогают Партнёры и так далее Мы! Мы что-то создаём Здесь как-то очень много я Андрей, ничего личного Но, по-моему, чё-то кто-то зазвездился маленький Ну ладно, это дело такое Мы, наше дело, тут пиццу попробовать Поэтому мы заказали, ждём Ну чё, довёз нам, Андрюха, свою пиццу Давай возьмём из середины, чтобы честно, да Она средняя по температуре Так, окей 41 градус 41 градус Пицца, ну ничего, в принципе, не самый плохой вариант Как минимум выше температуры тела Ну и напиточек Давай, у нас целый литер Сколько? Я не вижу 13 градусов Отличная температура Всё, всё от души Вот комплектация Помодоро Помодоро комплектация Сой, соус Значит, тут всё тоже брендированные палочки Ну, соевый соус не брендированные А палочки брендированные И почему-то тёплая эта штука С роллами И здесь вот тут же вместе с комплектацией роллы лежат Да Уже сквозь пакет видно, что они Маленькие очень Так, и вот третий вариант своего соуса Нет, второй точнее Третья баночка, но второй вариант Вот в таком виде, в общем, приезжает Помодоро В принципе, всё довольно, довольно стандартно Помидоро Значит, как у нас проходил заказ Очень странно, серьёзно Мы хотели сначала в понедельник Сделали заказ в понедельник К нам отзвонилась менеджер И сказала, что филиал Исхимок Сегодня доставкой не занимается Закажите во вторник и далее, короче С завтрашнего дня всё будет работать Мы отложили заказ на среду Заказали в среду Звонит уже другой менеджер И говорит, что по вашему адресу А я живу в районе Сходнинской Доставки вообще нет Я говорю, да как так-то? Как это нет до меня? Вот в понедельник сказали, что будет, а сейчас нет Я расстроился, я хотел снять обзор на это Вот Они что-то там ушли совещаться Перезвонили, сказали Ладно, хрен с вами доставим Но если вы готовы ждать полтора часа Я такой, полтора часа? Для меня полтора часа вообще не время Я Дракун Азии ждал четыре часа Что такое полтора часа? Конечно, мы согласны Лишь бы привезли Короче, мы дождались За час сорок они вот эти справились Тем не менее, довезли Немножко все путано, непонятно Но довезли И слава богу Короче, это так из приколов Из респекта Вот, у меня есть респект Девушка перезвонила через какое-то время После того, как подтвердила, что доставит И смотрите, что сказала Я заказал два коктейля Один сникерс у них есть Недорого стоит А второй какой-то клубничный коктейль И она мне позвонила и сказала Мы вам не привезем Ее так, а что? Потому что Пока мы довезем А к вам везти дальше Чем обычная зона доставки Он может испортиться Ну, в смысле Потерять свойство Расслоиться Я даже говорю Да привезите хоть один-то, блин Нет, не привезем Вот это классный подход То есть, если ты знаешь Что продукт доедет до клиента В плохом состоянии Не вези его просто Потеряй ты эти свои 150 рублей Ну, там, в данном случае 300 Но ты не расстроишь клиента Понимаешь? Вот это уважуха Вот это молодцы Ладно В общем, у нас пиццерия Помодоро Давайте пробовать Коробочки классные Брендированные Все остальное Такое полубрендированное В целом В целом обычно Но приятно Первая пицца Мы с нее и начнем Это пицца 4 сыра Значит, какие первые впечатления Ну, во-первых Впечатление То, что есть пергамент Зашибись Это сразу лайк Второе впечатление Наполненность То есть, пицца Наполнена начинкой Третье впечатление По-моему Очень недурное тесто Оно как минимум Испачкано в сэмоле А мне это нравится Мне нравится, когда Есть вот эти вот Крошечки Крошечки Еще одно приятное впечатление Это цены Честно скажу У них весьма адекватно У них, во-первых Бывает два всего Размера Это 28 и 32 сантиметра Не очень понимаю Вот этой несущественной разницы Уж сделали бы просто Только тридцаточки И все Или 30 и 40 Вот это было бы идеально Веса на сайте не указано Хотя должен быть Поэтому я не знаю Дим, есть смысл взвешивать? На самом деле есть смысл Мы уже после обзора Все-таки еще раз порылись на сайте И увидели, что в закладочке Детали есть вес Не всей продукции Ну, по крайней мере Ту, которую мы взвешивали В этом обзоре Информация есть Поэтому на экране Вы будете видеть вес И, соответственно То, как мы это взвешиваем Давай 595 рублей У нас весит 475 граммов Смотри Немного больше соточки За 100 грамм Пицца Пицца Продукт простой Это ж тесто, да? Это ж тесто Это обычная пекарня, считай Так, ну ладно Что, давай попробуем У нас хоть она и так Не очень горячая приехала Тем не менее Дадим ей шанс Сильно болтать не будем Вот есть Есть легкое ощущение Знаешь, такого Не очень Брежного Ручного труда Относительно бортиков Но бортики сделаны Как бы Очень 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 Неодинаково Да, то есть Пицца Она должна быть Такая ровная В бортиках Ну это такое Я что-то Я к мелочам Прикапываюсь Давай вкус пробовать Наложено Неплохо Во-первых Определенно Лайк за начинку Хорошо положено Вкусные сыры Мне нравится В этой пицце Что здесь Вот горгонзола Да Распределена По всей пицце То есть У тебя нет такого Что ты съел Один укус И тебе второй укус Будет без горгонзола Это прикольный привкус Я люблю сыр с плесенью Распределили Хорошо То есть Раскидали Раскрошили Здорово Начинки довольно много И знаешь что Все портит Тесто Блин Ну вот это всегда Магия То есть В пицце Это основное тесто Сам кстати Андрей Гайдулян Это говорил В одном из роликов Вообще Я считаю Что главное В приготовлении пиццы Вот самое главное Это конечно Тесто И в этом же ролике У него показано Насколько идеально У него раскатаны бортики Я понимаю Что это промо ролик И там подготовились Да Но тем не менее Да Здесь гораздо небрежней И тесто Сухое Ну то есть Очень сухое тесто Конечно начинка Если бы ее здесь было мало Жлобски и прочее Она бы Ну вообще бы не позволила бы Есть эту пиццу Тут благодаря жирности сыров Есть это в принципе можно И в принципе вкусно Но тесто сухое Само тесто попробую В бортиках Еще такое нормальное Съедобное тесто Чуть-чуть влажное Конечно В остальной пицце Оно суховато Что хочу сказать Вот А Андрей Нет Вообще Я это скажу чуть позже Давай попробуем попозже Пицца Четыре сыра В целом годная То есть Это не самая плохая Пицца Четыре сыра Которая я ел Серьезно По оценкам Ну Черт его знает Сейчас появишься Папа Джонс Я вот На прошлой неделе Заказывал себе Папа Джонс Четыре сыра Люблю я там эту пиццу И в этот раз Мне привезли Мне не понравилась она То есть Вот что-то Они Видимо меняют Периодические ингредиенты Или поставки То вкусно То нет То видимо Добавляют Блутамат натрия То не добавляют Я не знаю Как это работает Мне не понравилось То есть Она какая-то Как будто там не сыры Знаешь А вот какие-то соусы сырные Этим вот Доминос славится Что у них там Пицца сырная У них этот Хайн сырные Не добавляют Вниз короче И типа нормально Короче неплохо То есть в принципе Блин Ну четыре с минусом Я поставлю Серьезно Неплохая пицца Особенно учитывая Ценообразование Ладно Давай попробуем Вторую Она рандомна какая-то О Это двойная пепперонь Слушай Ну выглядит конечно На сайте-то побогаче Ёлки-палки Ну смотри Да На сайте Как завалено Пеппероньками И как по факту Чего так мало-то Хотя возможно Это двойная пепперони Которая меньшего диаметра И бортики А идеальные Ох уж эти Фуд-фотографы Поэтому я вообще сторонник Честных фотографий Блин Размещайте Вот то как есть Не надо пытаться Вот как Макдональдс Там капельки Масла Вместо Чтобы блестело На листике Добавлять Моторного Не надо этого всего Пицца пепперони В целом Короче Если не думать о том Что там по-другому На фотографии В целом Зашибись Да Она выглядит хорошо Она выглядит хорошо И опять-таки Вот отдаю должное Она выглядит наполненной То есть смотри Моцареллы не жалеют Моцареллы хорошо Дим Видно на камеру Да Что в принципе Начинки Очень даже годно Стоит такая пицца 545 рублей Опять-таки Взвешивать Не будем чертовы с ним Потому что сравнивать Ни с чем Да получается Мы просто будем пробовать Так тесто Приятно выглядит Но почему-то С четырьмя сырами Суховато Давай Пеппероньки Вот зашибись Вот здесь тема Разрулена Относительно сухости А по какой причине А по той причине Что Томатный соус То есть там белая пицца Там нет соуса Да Здесь томатный соус Который выручает тесто В этой пицце Абсолютно нет впечатления Что она Смотри какой-то Получился персонаж Из Из этого Из какого-то аниме-мультика Да Типа Тоттера Класс И я люблю Иногда поиграться с едой Нормально То есть здесь Здесь нет претензий к тесту Оно Оно не сухое Вот в этой пицце Оно не сухое Вот честно Я самый Самый добрый Обзорщик Вообще на свете То есть Я всегда стараюсь Выгородить Найти плюсы Здесь плюсов много Но также есть и минусы Я их замечаю Не потому что Я хочу сказать Что это негодный продукт Нет Я хочу Я их замечаю Просто возможно Потому что Там Партнеры Андрея Гайдуляна Или сам Андрей Может посмотрит обзор Привет тебе Андрей Универ Отличный сериал Поугарал В детстве Возможно Заметят И может быть Что-то подправят Короче Мое мнение Моцарелла Моцарелла У вас хорошая Классная моцарелла Но она пресная Как и в принципе Любая моцарелла Вот если Эту моцареллу Бодяжить Немножечко С любым другим Более соленым сыром Гауда Какая Костромской Сырочек Просто Бодяжить Будет повкуснее И моцарелла Будет тянуться И соленая Сырная Будет здесь Присутствовать В таком варианте Есть определенная Нехватка соли То есть Чуть-чуть Пресновато Но вкусно Эту пиццу Ставлю 4 С плюсом Молодцы Вкусно Давайте посмотрим Пиццу Кальсонии Кальсонии Она у них Почему-то В разделе Закуски То есть Это вообще Я считаю Неуважительное Отношение К пицце Кальсония С ветчиной С сыром Стоит она Кстати Разумных денег 195 рублей 195 рублей А по весу Давай Обнуляйся Ну да 200 граммов Так я и предполагал 270 граммов Чего Подожди 270 А не 200 Нифига себе Кальсоничка То есть Вот это Выгодный вариант 195 рублей То есть Дешевле 100 рублей За 100 граммов Поняли Прикол В разделе Закуски Продолжайте Так неуважительно Относиться К пицце Кальсония Если Она будет Столько стоить Ну вот Такой вот Пирожок Не очень богато Начинки Внутри Но тем не менее Как бы Несколько слоев Ветчины Сырочек И томатный соус Все очень Простой То есть Такой пирожок В формате Закрытой пиццы Почему нет Закрытая пицца Она в основном Всегда обречена На успех По той причине Что Там не высыхает Ничего Она закрытая Вся влага Которая внутри Соус Колбаса Сыр Они не успеют Высохнуть Как бы ты ни готовил Они внутри Благодаря этому Пицца Даже с таким Небольшим количеством Начинки Она довольно сочная Притом Смотри Они используют Какую-то Вот ветчину Которая Явно В этом В естественной В натуральной Оболочке Это говорит о том Что Они не используют Самую дешманскую Это хорошо Это приятно Пицца Кальсония Если к ней Относиться Как к пирожку С начинкой Она весьма годная За 195 рублей Почти 300 граммов Это очень Очень Даже Неплохо И по поводу соуса Вот здесь вот почему-то Я активно почувствовал соус Потому что меня ничего не отвлекало Там пеппероньки Как бы отвлекали А тут я как бы Акцентировался на соусе Соус вкусный Соус мне кажется Не такой Потому что есть Есть компании Которые занимаются Хорикой Ну тот же самый Печагин Мы работали там С майонезами Печагин Какое-то время назад Соусами их Вот они делают Большие боди Томатного соуса И у них пиццерии покупают Покупают этот соус Используют в пицце То есть тут У меня есть ощущение Что они делают соус Сами Потому что Во-первых Во-первых Он вкусный Во-вторых Он структурный Знаешь Вот у этого Соуса Дима Вот я не знаю Можно показать или нет У него как будто бы Вот кусочки томатов Прям там То есть они не прям Пюрируют до конца Этот соус Они оставляют Легкие кусочки томатов И это приятно Это приятно Кушать Короче за соус Респект Соус вкусный Начинки немного Но в целом Вот это как продукт Нормально Пойдет Вот Андрюх Сейчас дела пойдут Понимаешь Вот сейчас Наконец-то пойдет Это уже успешный А сейчас Со мной Это будет еще и Узнаваемый бренд Не потому что Ты присоединился К Помодору А потому что Сейчас мы обзоры На тебя поснимаем Хорошо Более-менее делаешь И вот сейчас Вот попрет бизнес Сколько ты говорил У него там Дима изучал Короче Говорит Пойду посмотрю Правда ли ли Лицо Гайдулян Просто этой конторы Или участник Что ты там Наглядел Сколько у него процентов 30 по-моему 30 процентов А выручки они сделали 30 лямов Ты сказал 20 лямов Это мало Либо чернушничаете Короче Что скорее всего Либо просто Тупо мало Вот Давайте Сейчас поднимем Выручки Все нормально будет Че вы Че вы расстраиваетесь Я понимаю Что актерам надо зарабатывать Я только за это А подожди Это пицца Гайдулян Блин Барбекю воняет Фу Я не Что ты покупной Соус 645 Гайдулянова Пицца Гайдуляна Имени Великого Андрея Вот Молодец Скромный парень Я же говорю Моцарелла Ветчина Бекон Куриное филе Помидор Соус Барбекю А мы же ролик смотрели Он готовил пиццу какую-то По-моему Как раз свою Че там другой состав был Подожди Рецепт приготовления Фирменной пиццы Сейчас я буду готовить Пиццу По своему Собственному Рецепту Потому что Это моя Пиццерия И она будет Это моя Пиццерия Гайдуляно Ну естественно Вначале мы Это конечно Тесто А ну вот Кстати У них даже У них кстати Даже на На картинке Видно На съемках Что соус Такой Структурный Опа Опа Понеслась Маслины добавил Здесь нет маслин Давай дальше Колечками лук Обязательно колечками Потому что Колечками лук Обязательно колечками Тут нет лука Даже Не то чтобы обязательно Вообще Не в каком виде Мы положим Снег Именно для Моя Прочерия Именно для Сыра с плесенью Я его Сыр с плесенью Ну короче Андрюха Обманщик Блин А я я тебе за это В общем тут Половины ингредиентов Нет Хотя пицца Гайдуляно Как он сказал Она готовится С оливками Луком Как минимум И сыром с плесенью Тут нет ничего Из вышеперечисленного С другой стороны Тут есть какая-то Ветчина Та же самая Судя по всему Что была В кольцоне Тут есть Моцарелла Тут есть кусочки Курицы Помидоры И вот этот Барбекю Хорош Нафиг барбекю Ну что нормально Нормально Нет Выглядит Выглядит хорошо Холмистенько Все как надо Хвалю За внешний вид Прям хвалю Несмотря даже На кривые бортики Ладно Вот хотел сказать Что барбекю Отвлекает На самом деле Кстати Нет Нормально То есть там Соленая ветчина Она как бы Тоже Тоже Выделяется Курица Конечно Теряется Но она Больше Наверное Для питательности Сюда добавлена Нежели Для какого-то Вкуса Потому что Куриная грудка Она Унылая Опять-таки Не сухая пицца Тут есть соус Он конечно Не на пицце Потому что Тут я не вижу Красного соуса На самом Корже Да Видимо Вот этот соус Заменяет тот красный Их фирменный Что грустно Мне их фирменный Соус понравился Тем не менее Опять-таки Эта пицца Не страдает Сухостью Эта пицца Довольно Наполнена По начинке И довольно Гармонична По вкусу Даже несмотря На ненавистный Мной барбекю Который пихает Везде Но если бы Здесь бы был Лучок Здесь бы был Горганзола И что там еще И оливки Мне бы Эта пицца Наверное Понравилась Чуть побольше Ох уж Эти франшизники Блин Всегда Что-то Не досказывают Да Дима А Ну в целом Года Нет Слушай Я честно Я предполагал Конечно Что Всякое Может быть Да Но все таки У меня Были Изначальные Ощущения Что Наверное Если Какой-то Актер Становится Лицом А тем более Там Участвует Ну Любая Публичная Личность Она Огребает Всегда Это как Факт Вот я Как Открыл Свое Заведение Суши Я Огребаю Да Из-за Том Ям Там Которая Цена Никто Не понимает И Из-за Прочие Вещи Там Салфетку Не доложу Все Здесь В этой истории Мне нравится То что Наверное Вот Гайдулян Он участвует В этой теме Как бы Финансово Не Возможно У него Доля За За Медийность За его Я не знаю Там Вкладывался Он деньгами Конкретно Или нет Не мое Дело Но тем не менее Он участвует То есть Он заинтересован 30 процентами В том Чтобы здесь Было Все хорошо Естественно В любой Такой Теме Какая Была Медийность Какая Была Реклама Раскрученность Вбахивание Денег Вот Если Нет Продукта А есть Только Упаковка Как Портнягин Любит Упаковку Упаковка Это Все Это Хорошо Но Это Все Таки Второстепенно Это Можно Продать Одноразово Ну Два Раза А потом Люди Начинают Смотреть На Продукт Если Продукта Нет Ну Нафига Если Вот Это Было Не Вкусно Мне Заказывать В принципе Живя Франшиза Тоже Я бы Жил В Химках Я бы Заказывал Если бы Быстро Приезжал Я То Конечно Не буду Заказывать У меня Есть Папа Джонс Додо Рядом Вот Это Очень Похоже Кстати Ну Идеологически Похоже На Додо В принципе И по Тесту По Начинке Прям Вот Примерно Как Додо Пицца Вот Поэтому Продукт Понимаешь Есть Нормальный Продукт Уже Есть О чем Поговорить За это Спасибо Гайдуляну И команде Молодцы Ребята Так У нас Морс Смотри Морс Нам Нам Не привезли Напитки Повторюсь За что Респект Но нам Привезли Литр Морса Литр Морса Вот такой Пивной Штучки Это не Пиво Если что И не Квас Морс Клюквенный У них Только есть На выбор Нету Жиденький Морсик Такой Нормальный Чисто Под запивку Подойдет Стоит этот морс Сколько 0575 Тире 95 Короче Я что-то не понимаю Наверное Литр стоит 95 Короче Если 95 То нормально Здесь Морса Где-то Процентов 10 ягод Но я так По вкусу Ощущаю Я уже В морсах Разбираюсь То есть В принципе Это как Запивочка Пойдет Это не Насыщенный Клюквенный Морс Который Делает Одна Суши Я не буду Ладно Еще раз Говорить Не важно Но вот это вот То что я сейчас Упомянул Как бы Там добавляется У нас Как бы Мне так вот Про это рассказывать Чтобы вы не бомбили Что я постоянно Что-то рекламирую Короче Неважно Есть одно место Где Добавляется 35% Сока Ягод Яблепихи И брусники В этом месте Нет Клюквенного Морса Здесь добавляется 10% Ну вангуй Ну может максимум Там процентов В 13 типа Клюквенные штуки Поэтому такая цена И поэтому Вполне сносный Но никакой Не фантастический Вкус Вот и вся история Очень годно То есть взять За вот эту сумму Морсик Где здесь Будет 100 граммов Сока Можно Можно Почему Вообще Можно Совершенно спокойно У них по ценам Все хорошо Например Салат Цезарь Я даже не буду Оставлять его На потом 150 рублей стоит Сейчас Что бы я не говорил Чего бы я тут Не критиковал его А тут Ну вы видите Ну вы сами знаете Уже Все Прямо начинаем Перечислять все мои тезисы Которые я обычно говорю Да Относить салат Цезарь Этот салат Уже Уже не подойдет Под Формат Того Чтобы я его хвалил Ну тут вот Все заправлено Соусом Блин Ну смотри Да не Хватит продавать Такой Цезарь Жай Какая-то жижа Тут поджаренные На сковородке Прям Гренки Смотри Не запеченные А прямо на сковородке Они фигарят Салат Мокрый уже Видишь Просто мокрый И маленькие кусочки Курицы Те же самые Которые они добавляют На пиццу Которую мы смотрели До этого На пиццу Гайдуляну Короче Здесь немножко Гайдуляну Тоже есть В этом салате Блин Он еще какой-то Хрен теплый Почему он теплый Я не понял Ой не знаю Ребята Фигня салат Цезарь Нормальный был царь Хватит вот это все делать Не Не надо брать Даже за 145 рублей То есть тут Я не хочу оправдывать Абсолютно Безнадежно Нулевой салат Ценой Нет Нет и нет Это не цезарь Это Какая-то фигня Плюс форма подачи То есть если доставка То он должен В таком формате Он должен быть наравне С С молочными коктейлями То есть вы не должны его возить Потому что он приезжает Уже слюнялый Вы в этом плане молодцы Послушайте если меня То Исключите его из доставки Если уж на то пошло А у себя там где вы Есть Продавайте на здоровье Так Роллы Ладно В общем роллы Это напоследок мы оставили Филадельфия Ролл Канада Везде надпись VIP Ну это я VIP гость Видать Надпись VIP И цены Очень умеренные 345 рублей Стоит Филька Канада Тоже 345 рублей Давай посмотрим За 345 рублей Мы получаем Сколько Приблизительно Продукта Палочек Кстати А есть палочки Смотри Палочки Прям помодора Нифига себе Вот это дожили Нормальные палочки Без заусенцев Пойдет Так Давай посмотрим 345 Запомнили Зафиксировали Да 345 рублей Я в ангу Это будет весить 190 Может быть 200 граммов Может быть 200 Может быть 210 Ну что-то Тип того Я пока не подсматриваю Никуда Серьезно Говорю Наугад Ну вот Смотри Виталька угадал 211 Блин 211 Все-таки 210 Я не угадал 211 граммов Весит Филадельфия Которая Стоит 345 рублей Вот вы понимаете Вот в этой Истории Японской Как бы Кухни Вопрос Вот всегда Кажется Дешево Я уже Это рассказывал Еще раз Вот я Я хочу Чтобы в голове У вас Отложилось Кажется Дешево Но когда Ты сравниваешь Качество Продуктов И итогового Вот То что Выходит Потому что Весу Тупо По весу Ты понимаешь Что покупая Качественный Ролл Там За 400 Рублей Или за 400 С небольшим Ты получаешь Больше А еще И качественней Потому что У тебя Там будет Не Не Чилийский Лосось Лазерной Нарезки Как в Пиццерии Гайдуляна Андрея Вот это Прозрачная Тема Вот понимаешь У тебя Будет Не вот Это А у тебя Будет Хороший Лосось Хотя бы Мурманский Хотя бы Дальневосточный В идеале Атлантический А по факту У тебя Кажется Что это Еще и Дешевле Понимаете В чем Магия Вот обращайте На это Внимание 200 граммов Вот в том месте Которое я стараюсь Лишний раз Не упоминать Филадельфия Стоит 440 рублей А вес Заявлен 315 граммов А по факту Всегда выходит У поваров 320 350 граммов Филадельфия Это такая Филадельфия Которую Убить можно Там лосося Столько Что ты прям Ты чувствуешь Этот вкус Там Стамагур Я это Попробую Да нет Я конечно Попробую Да Ладно Лосось Еще разделан С этой Стешей Немножко Ладно Шняга Шняга Ребят Ну И Канада Взвешивать Не будем Ну То же самое Блин Та же Самая История Рис Маленько Жестковат В принципе Наверное Это плюс Я вообще Люблю Когда Чуть-чуть Что-то Недоварено Ну Не знаю Ну Я все Я уже Зажрался Относительно Ролов Я зажрался Я про Вот эти Вот Семечки Говорить Что-то Хорошее Не могу Потому что Такой Формат Еды Он Остался Где-то В 90-х Начало 2000-х Когда Только Все Открывалось И Делалось Миниатюр Может быть Есть Удобнее Многие Говорят Большие Ролы Неудобно Есть Соглашусь Наверное Может быть Действительно Так и Есть Но Полноту Вкуса Чтобы Вот у Тебя Раскрылся Лосось Чтобы Ты Действительно Кайфанул Вот Я Не могу На 200-граммовых Ролах Серьезно Когда Мне Делают Там Отличные Суши Там 280-290 Прям Вот Кайфую Я ем И кайфую А здесь Ну Такое Типа Прошло И прошло И может быть И правильно Потому что Вот этот Лосось Он Бескусный Вот Да Рис Подтверждает Нет Он Бескусный И хорошо Что он У меня В моей жизни Прошел И я особо Не сконцентрировался Может на это Рассчитан Хрен его знает Вот Значит Сушки Эти Спайси С угрем Вот Кстати Смотри С креветкой У меня Развалился Но Я не знаю Может у меня Может когда они везли Такое бывает Прикапываться Сильно не буду Давай попробуем Очень любопытно Как они делают Соус Спайси Вот здесь вкусно Смотри С креветкой 85 рублей Уголь 75 рублей Маленькие Сушки Но по вкусу Мне понравились Ну Я сейчас С креветкой Попробовал И креветка Хорошо сварена Не резиновая То есть Она хорошо Прожевалась И соус Спайси Приятный То есть Они используют Как минимум Просто в спайси Добавляют соус Ширирач Который Есть разный Но самый кайфовый Это тайский Ширирач Вот с орлом С этим Такой вот В красной бутылке Он самый вкусный Другие ширирач Мы пробовали Нам даже как-то Опять я начинаю Эту тему Ладно Все Это внутряк Короче Бывают другие ширирач Которые Менее вкусные Давай попробуем С угрем С угрем Здесь именно Вот этот Используют Хороший Ну пойдет Гунканчики пойдут Маленькие Есть удобно Цена Адекватная Соус Спайси Хороший Умеренной остроты И по вкусу Он приятный Все Молодцы Мы все Попробовали И вот Смотри Я запиваю этим Морсиком Ты знаешь Вообще не обламываюсь За такие деньги Очень даже Адекватно Вы уже видите Оценки Вот они Можете пока Поизучать А я значит Еще поболтаю Я забыл Один момент Обсудить Значит Везде Гайдулянов В своих промо Роликах Утверждает И говорит Что Он очень любит Италию И они делают Итальянскую пиццу Дело в том Что я очень люблю Если не сказать Больше Я просто Фанатею Италии Мы делаем Настоящую Итальянскую Пиццу Вот этот тезис Я не соглашусь Потому что Пицца Которую делают Они Это чисто Чисто Американская история То есть Есть итальянский Стиль пиццы Это тоненькое Тесто Такие пузырики Оно хрустящее А есть Американское Тесто А-ля Доду пицца А-ля Папа Джонс Доминос И же с ними Обожаю И тот И другой вариант И если хорошо сделано И там И там Будет годно Но это не итальянская пицца Не обманывайте себя Вы делаете Нормальную Американочку Вот Давайте честно Нормальная Такая Американочка Над которой Еще можно Поработать Будет еще лучше Но тем не менее Это совсем Не итальянская пицца Для всех Любителей Итальянской Пиццы И Такой Идеологии Да Я вам советую Съездить в ресторан До Чико Я несколько раз Называл его Потому что там Владелец Владелица Она как раз Итальянка Ресторан До Чико Называется Находится На профсоюзной На улице Профсоюзная Прямо недалеко От метро На пересечении Кржижановского И профсоюзной Вот там Изумительно Сделано Тоненькое Тесто Там Дорогая Пицца Она Она маленькая По весу Но она Очень классно Гармоничная В целом Понимаешь Вот если хотите Попробуйте Поехать что такое Итальянская Пицца Вот туда Хотя я там не был Уже 5 лет Наверное Может там что поменялось Но вроде до сих пор Существует Ну вот Вот и вся история Вы делаете Американшку Все Это я хотел высказаться По поводу оценок 79 с половиной баллов Они набирают Что неплохо В принципе Это Такая оценка Которая заставляет Задуматься А может быть К ним исходить А может быть Исходить На самом деле То есть Вот отговаривать Я вас не стану Цена 5 Цены Адекватные За это респект Я давно не видел Адекватных цен Вкус Качества Я поставлю 4 И честно Если бы я там Роллы бы еще Включил в эту оценку Салат Цезарь Я бы меньше поставил Я все-таки Вот эту оценку Поставил на основании Пиццы 4 балла За пиццу Чуть-чуть додумать Относительно Бессоусных пицц Чтобы не было сухо Подумать Как аккуратно делать Чуть аккуратнее делать Бортики там И будь зашибись Будь зашибись Будь 5 Вот Поэтому Такая оценка То есть Если бы я еще и роллы Учитывал Ну серьезно Камон Я бы поставил Гораздо ниже За соответствие Ставлю 3 Хотя до этого Мы записали Записали эту часть Где я тоже поставил 3 Но по другой причине 3 я поставил Потому что Не было информации Потом информацию Увидели И я ставлю 3 в любом случае Потому что Недовесы Да Перевес в кальсоны Но Недовес в пицце Причем Ну довольно дорогой пицце 4 сыра Это все-таки Дорогая пицца Недовес в Филадельфии И есть подозрение Что были бы и другие Недовесы Если бы мы проверяли Все подряд Будем чуть повнимательнее Но тем не менее Перевес это хорошо Но Недовес это отстой На перевесы мы не смотрим На недовесы смотрим 3 балла я ставлю И то наверное Авансом Потому что так нельзя Сервис 4 Скорость 4 Температура 3 Ну Чуть выше температуры тела И лайк Я первый раз Серьезно Я думал Как бы Рекомендовать Как бы не могу Да Прям вот так вот Ломитесь Не могу А поставить 0 Типа я не рекомендую Тоже не могу В этом случае Соответственно Я первый раз Поставил среднюю оценку Хотя я такого Не планировал делать 2,5 Идея какая Если у вас Рядом Нет альтернативы Нет Доду пиццы Нет Папа Джонс Нет Корнели пицца Нет Кто еще там Какие то еще У меня есть там В рейтинге Посмотрите То Заказывайте Или например Если вам Доду Папа и прочие Возят дольше А Помодора Вам привозят Быстрее Или вообще Они рядом с домом И вы там хотите Покушать Выпить кофе То пожалуйста Вот такая Вот такой вот вывод 79,5 баллов Хорошая оценка В целом Ожидал Немножко хуже Немножко хуже Потому что Когда Вот эта вся Медийность Это деньги Это И на второй план Уходит качество Но здесь Слава богу Пока ребята Про качество Не забыли Убирайте Убирайте На хрен Роллы Из меню Уберите Из меню Роллы Зачем Занимаетесь Пиццей Не надо Ну посмотрите На коллег В Доду Пицца Нет роллов В Папа Джонс Нет роллов Поэтому я их Упоминаю Постоянно О вас И кстати О Лупи Блин Я О Лупица Надо У них роллы Появились Не люди пишут Типа роллы Появились И все Сейчас Олог Где-то у нас Наверху Я сниму Переобзор Серьезно Напишите в коммент Хотите Переобзор На Олопица С учетом Того Что они Ввели роллы Мне кажется Это плохая история Это пагубная Тема Вот В общем В целом Доволен Доволен Андрей Гайдулян Молодец Нормальное дело Вписался И в целом Все годно Убирайте салат Цезарь Роллы И цены вам не будет Молодцы Всем пока Спасибо за просмотр Ставьте лайки Да До свидания Помидора Название Вот Дим Название Помодоро Ну то есть Такое ощущение Как будто у меня Что-то с дикцией Проблема И я не могу Слово помидор Сказать Я говорю Помодор Ходор Ходор Помодор Ходор Очень в тему Кстати Они наверное Как раз Под новый сезон Игры престолов Открылись Ходор 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 Продолжение следует...